Звуки гитары, как отражение души, этот удивительный и немного капризный инструмент по-настоящему раскрывается в руках тех, кто любит музыку, считает Алина Рябушева, воспитанница музыкальной школы имени Балакирева. Свою первую мелодию, которую освоила в этих стенах, помнит и сейчас. Простые аккорды в осаду-левогороде неопытным пальцем давались с большим трудом. Педагогу Константину Махарту ее привела судьба, признается девушка. Я сначала пришла, я хотела петь. Мне сказали, что не поют. Я не знаю, почему мне так сказали, но сказали, что не поют. Потом спросили, на какой инструмент. Я ничего не знала, кроме гитары. А когда нас принимали, там сидела жена Константина Александровича. Ну, в общем, мы пошли, посмотрели, какой-то у кого-то урок был. Ну и сразу я маме сказала, что мы идем сюда. Больше нас никуда не ведем. Успех воспитанников Константина Махарта по достоинству оценили в области. В Нижнем Новгороде прошел областной конкурс педагогического мастерства «Моя профессия. Мое призвание». Преподаватель высшей категории по классу гитары и балалайки представил на суд жюри видео выступления своих воспитанников в номинации «Концерт-смотр учеников класса». В записи концерта ученики играли русские, народные и военные песни. Саровские музыканты взяли гран-при областного конкурса. В концерте у меня принимали участие солисты, балалайшники, ансамбль балалайшников, а также ансамбль гитаристов и ансамбль и оркестр гитаристов и трио с саксофоном. Мы со своим учеником, я на гитарах, и наша преподаватель Шеклова Дарья Александровна, а также шана и концертмейстер у меня, у балалайшников, приняла участие в этом концерте. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.